Девушки отдыхают Так, ну, Григорий Алексеевич Егоров, да? Правильно. Вам слово. Ваша честь, я требую, чтобы моя супруга, бывшая супруга, не мешала пользоваться моей однокомнатной квартирой, которая находится в моей собственности, которая досталась мне на правах наследства от моей бабушки. Что там происходит? На данный момент. Она поменяла замок нашей входной двери. Я не имею никакого доступа в свою квартиру, не могу туда попасть, не могу приводить туда покупателей. Восемь лет назад мы с ней расписались, сыграли отличную свадьбу. И у меня была вот эта однокомнатная квартира, где мы и поселились. Через определенное время купили рядышком еще одну двухкомнатную квартиру. Так как справа от лифта, получается, было только две квартиры, и обе были в нашей собственности, мы поставили одну общую металлическую дверь, а из коридора сделали большую прихожую. Чем нарушили правила, установленные жилищным кодексом? Ну ладно, продолжайте. Год назад мы развелись. Развелись, и я решил, что двухкомнатную квартиру я оставляю своей бывшей жене и двум нашим детям, двум нашим сыновьям. Сам же хотел однокомнатную квартиру продать. Для этого как бы не надо было попадать в нее регулярно, но супруга постоянно закатывая мне скандалы, поменяла замок, как уже говорил, и у меня нет никакого доступа туда. А где же вы живете? Я живу своей мамой у нее. Нехорошо. Ну что же дальше? Только поменяла замок и все? Больше ничего? Поменяла замок, да. А там сантехника не изменена? Дело в том, что когда мы объединяли квартиры, мы привели некоторую перепланировку. Так. Законную? В БТИ она не зарегистрировала. Понятно. Значит, незаконную. Ну и в чем же эта перепланировка заключалась? Дело в том, что санузлы есть в обоих квартирах, а мы оставили только в одной квартире санузел. Так же поступили и с кухней. Так. Ну и что теперь? Как же теперь вы продадите свою однокомнатную квартиру? Ее нужно переустроить? Нужно восстановить туалет? Нужно восстановить кухню? Правильно? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Вы хотите продать квартиру? Я хочу продать свою однокомнатную квартиру. Ну так если кто-то купит покупатель, значит, он должен же иметь туалет или будет в туалет ходить? В моей квартире это есть. Ну ладно. Значит, я вижу, вы меня не до конца понимаете, но требования ваши мне понятны. Ну и что скажет нам ответчица по этому вопросу? Ваша честь, я иск не признаю и вот как раз требую встречный иск признать о том, чтобы истец оплатил перепланировку. Вот у меня есть смета, перепланировка требуется на 345 678 рублей. Вот вы как раз правильно заметили, понимаете? Он продает квартиру однокомнатную. Там есть все. Там есть кухня, есть унитаз, есть туалет. В моей двухкомнатной, которую он якобы благородно нам оставил, нет ничего. И при том, что благородного в его поступке ничего нету, потому что квартира эта куплена была моим отцом, и она подарена мне. То есть на нее он претендовать не мог. Я в принципе сама-то не претендую на его квартиру, но, ну сами подумайте, у меня двое детей, куда мне их водить в туалет, куда водить на кухню? Ему совершенно наплевать. Я ему уже неоднократно предлагала, говорю, хорошо, хочешь продавать квартиру, продавай, но сделай ты нам так, чтобы мне было где готовить, чтобы дети могли принимать ванну, ходить в туалет. А ему все равно, что мы будем делать. Он что хочет? Мы к соседям что-ли просились, я не знаю, что он хочет. Он вот как все годы нашей совместной жизни, он не принимал участия вообще в нашей семье. То есть он говорил, что он бизнесмен. Но, знаете, у нас бизнесмен такой очень интересный. Он, оказывается, у него бизнес такой на нуле фактически. То есть он покупал себе сигареты, он покупал себе дорогие костюмы, потому что он должен выглядеть, а в семью вообще ничего не приносил, потому что бизнес у него убыточный. Это не так все было, приносил семью. Так и было, иногда. Приносила не раз. Вот, и поэтому сначала содержал меня с детьми мой отец, он же купил квартиру эту. Потом ребенку, когда второму исполнилось три месяца, я вышла на работу. Потому что, ну, сколько можно было у отца-то жить, я поняла, что бесполезно. А он все, поддержи меня, поддержи, у меня такой бизнес сложный. Я его поддерживала семь лет. И, представляете, оказалось-то, в конце концов, то бизнес у него хорошо-то идет. У него есть, смотрите, что. Вот. Вот это. Ух ты. Да, вот. Мы жили в четырем. С двумя детьми в четырем. Мы жили в однокомнатной квартире. А он построил вот этот коттедж и поселил туда свою маму. То есть, юридически она принадлежит матери. Да. На маму оформлено, да. На маму оформлено. Он также едет на машине, в БМВ, которая тоже оформлена его маму. А нам, он говорил... Почему вы в суд не заявите требование о признании вот этой всей собственности, собственностью совместной семьи, вашей мужа? Но вы же его послушайте. Это же его мама все. Он же баку проводит, в вашу честь. А когда дом построен? Дом построен во время нашей семейной жизни. И я как раз подала на развод именно потому, что узнала вот об этом. Понимаете? Я семь лет его поддерживала. Бедненький ты мой. Несчастненький. Как у тебя бизнес-то тяжело идет. А к детям как относится? Ну, к детям. Ну, как он относится? Как можно сказать? Он считает, что вот ему костюмы хорошие нужны, а дети могут в школу так, знаете, в джинсах походить, в чем-нибудь стареньком. Да ладно, мы с ним в магазине ходили. Да, конечно. На мои деньги покупали нации. Да, было. Конечно. Пару раз. Понимаете? Вот ему все нужно было. И вот вы же сами видите. Он чего говорит? Ему все равно, куда будут дети ходить в туалет. Ему все равно. Он продаст эту квартиру, он забудет. Покажите мне, какую перепланировку нужно сделать и почему она столько стоит. Ну вот, в принципе, вот как она есть. Сейчас у нас вот небольшое только изменение. Вот так вот мы сделали. То есть убрали отсюда и кухню, и туалет с ванной. Так. Ну, как бы вот у меня на смете посчитали все. Вот обратно вернуть в ванную сюда с туалетом. Ну и как бы вот там это самое обратно протянуть трубы к кухне и все. И все это стоит 310 тысяч рублей? 345 тысяч. 345 тысяч рублей. 345 тысяч рублей. Да. А почему вы считаете, что эту сумму должен заплатить истец? Ну, ваша честь, но он же нас ограничивает-то в пользование. Мы уже пытались договориться с ним. Мой отец предлагал ему деньги, чтобы выкупить эту квартиру. Понимаете, он вообще не идет на какие уступки. Покажите, а как это вот так должно быть? А как сейчас на самом деле? Уберите этот листочек. Нет, вот сейчас вот так вот. Вот так. Да, вот так сейчас. А должно быть? А это пламба-тоид. А вот было как бы изначально, да. Я понял, да. Я понял вас. Вот как бы... Займите свое место. И я хочу услышать в качестве свидетеля. Вы заявили своего отца, так я понимаю, да? Да, он очень много нам помогал. Пригласите свидетеля-ответчика, пожалуйста. Свидетеля-ответчика, пройдите. Здравствуйте. Как вас зовут? Ваша честь. Сверидов Сергей Юрьевич. Я отец. Ответчица. Я понял. Я хотел... ...сообщить следующее. Когда вот эта вот возникла ситуация с продажей однокомнатной квартиры, принадлежащей моему бывшему зятю, то я неоднократно просил его, чтобы он пошел навстречу нам всем, и мы бы у него выкупили эту квартиру. За какую сумму? Я ему предлагал 3 миллиона. Так. Сейчас, Ваша честь, я принес сюда в суд вот деньги. Здесь 5 миллионов. Это все, что у меня сейчас есть. А зачем вы в суд-то? Я прошу, чтобы он взял эти деньги. Ведь практически он продает квартиру для своих сыновей, для моих внуков. Я согласен пойти и просить его... А какова рыночная стоимость этой квартиры? Ваша честь, я эту квартиру через год за 7 продам. Но ты продаешь еще час. И продаешь с нами вместе. Нам к соседям ходить. Объясни ты мне в туалет. Ты не думаешь об этом? Ты же сейчас ее продаешь. Ты сейчас покупателей водишь. Почему? Моего отца нельзя купить. Ты думаешь, ему легко было эти деньги собрать? Это не та сумма, на которую я рассчитываю за продажу своей квартиры. А на уступки какие-то пойти ты не можешь? Нет, не могу. Или 4,5 тысячи в месяц, это все, что ты можешь нам дать? У меня официальная зарплата 15 тысяч, ты отлично об этом знаешь. Да, я вот про это отлично знаю. Это хорошее вложение денег. А почему в этом вложении живет твоя мама, а не мы с детьми, а? Потому что это просто финансовый проект, не более того. Я вкладываю туда деньги. Которым пользуется твоя мама? Мама просто живет там. А почему мы не могли там жить? Потому что у тебя есть своя квартира двухкомнатная. Ее купил мой папа. После того, как мы жили в однушке. Я не претендую. Это твоя квартира. Еще бы ты на нее претендовал. Вместе с мебелью, кстати, совместно нажитой. Правильно, давай еще мебель распилим. Тебе отдать какую кровать, старшего или младшего? Естец, вот у меня возникает вопрос. Но ведь это же ваши дети. Ну хорошо, с женой вы развелись. Это посторонний стал для вас человек. Но ведь дети же живут в квартире. Но почему нужно детей на самом деле ограничивать? Ну нет у них больше, чем 5 миллионов рублей. Может быть, согласитесь, продадите. Там есть деньги на перепланировку. Где? На столе лежат. Ну на перепланировку деньги, наверное, есть. Но если вы продадите эту квартиру, и не надо будет делать перепланировку никакую. Да, но я еще раз говорю, это не та сумма, на которую я рассчитываю. За продажу своей квартиры. Да, это серьезный и веский аргумент. Дополнительных доказательств никаких нет у вас? Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Оглашается решение суда. Ну что ж, основной иск о нечинении препятствий у меня оснований для его отказа в удовлетворении не имеется. Я удовлетворяю. Естественно, вы собственник этой квартиры и обязаны вам все владельцы, пользователи этого, в том случае, если они пользуются этим жильем, обеспечить право доступа и пользования. Теперь то, что касается вашего встречного иска. Я считаю, что и этот иск подлежит удовлетворению. Истец без ведома и согласования с администрацией произвел перепланировку. И теперь, в соответствии с решением суда, вы будете обязаны вернуть все на место. Таким образом, и основной и встречный иски удовлетворены. Решение суда. Основной и встречный иски удовлетворить. Редактор субтитров А.Семкин